всем большой привет и продолжаем собственно наблюдать за нашим с вами экспериментом пересадка из мха в кору многие этого боятся многие пишут страшные вещи о том что у вас и корни все отомрут и орхидея полностью потеряет тургор листья будут висячие грустные тряпочки вы будете долго вычухивать все пойдет на лад только когда наконец-то нарастут новые корни привычных корей и вот кучу кучу ужасов но я всегда этому удивлялась потому что я всегда так делаю уже восемь лет ёшкин кот и все нормально поэтому мне захотелось не просто ходите рассказывать вот я так делаю все нормально вот вам видеоэксперимент видеодневник одни и те же лица снимаем их каждый месяц показываю и на них можно посмотреть в плейлисте отдельно про них и давайте наконец-то приступим и так вот этот красоту вспоминаем имена это вот такой ну наводить что ли не хочет вот так металл рефлекс dragon blue установила новое обновление и у меня куда-то пропал автофокус надо будет поковыряться в настройках и так ну товарищ просто пластик очень плотные листья классные меня ничем никак не смущает лист глянцевый и мне кстати очень нравится он такой как полосатый весь шикарный лист интересные все он растет вот его старые листочки вот там вот самый самый нижний вот мы его отковыряли корни корни есть вот они растут и вот они растут а вот они есть сейчас они не растут я рассматривала горшочек растущих не увидела и кстати он начал меньше пить поэтому просыхает гораздо дольше да я понимаю что стало прохладнее но они у меня стоят дома в тепличке хотя там я тоже температурку сделала попрохладнее обычного но все равно он стал гораздо меньше пить я думаю что его буду реже плевать потому что он отдыхает как по мне отдыхает и судя по тому что он зажелтил один лист к чему-то очень готовится будем наблюдать и смотреть к чему же он там готовится а у меня есть один такой начал желтить листья два нижних зажелтил я что-то так расстроилась думаю блин ну чего и корни шикарные листья шикарные а потом а цвета ну вот так вот так вот этот следующий товарищ это у нас модеста на яванику так та же беда тоже из мха в кору хорошие плотные листья они по своей структуре изначально не такой пластик как у предыдущего товарища но очень глянцевые тоже вот эти очень плотные красивый товарищ вот здесь у нас корешочек видно растет вот так больше корешочков не видно так вот такая прелесть но судя по внешнему виду растения видно что с корневой все нормально ему всего хватает вот эти белые пятна это собственно осенью я всех обработала от грибковых заболеваний различных на чтобы не было гнилий такая профилактика была плюс еще я обрабатывала от вредителей сосущих потому что вот как раз когда вот так вагона наступает у нас вылазит червец очень часто и щитовка вот и вот такие пятнышки остались от обработки плюс посмотрите тут у ту листика и кармашки получается сюда затекают удобрения и от удобрения разводы остаются такой товарищи такой товарищи так и третий это у нас интермедиа желтенькой губой вот такая красавица так корни есть корни работают хорошие листья плотные как вот у интермедии кожистые кожистые они немножко мягкие нету чувства пластика но они очень плотные ведь стоят держат форму замечательный товарищ тоже очень радует развитие так что вот вам результаты пересадки из мха в кору и пока полет нормальный будем наблюдать дальше и будем наверное наблюдать до первого цветения посмотрим когда это будет и на этом можно будет завершить этот наглядный эксперимент ну что ж всем большое спасибо за просмотр всем спасибо кто досмотрел видео до конца тут уже сейчас вот вы вылазили подсказки на другие видео на плейлист на мой канал кто не подписался подписывайтесь если вам интересно чтобы не пропускать видео жмите на колокольчик делитесь этими видео с друзьями в ваших группах орхидейных и обязательно смотрите описание там много разных ссылочек много всего может вам там что-то понадобится что-то заинтересует и на этом все всем солнечных дней пышных цветений пока-пока ващества пусть на